Рад приветствовать вас в новом видеоуроке. Меня зовут Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Сейчас мы разберем с вами Deep House, а именно бас. Как создается бас в этом жанре музыки. На самом деле никаких секретов особых нет. Бас в стиле Deep House создается по сути так же, как и в любом другом жанре с прямой бочкой. Есть определенные особенности, сейчас мы их разберем. Давайте прослушаем то, как звучат у нас бочка и бас. И теперь разберем, как здесь все устроено. Бочку брать не будем в расчет, здесь просто сэмпл. А вот басы у нас состоят из двух частей. И первая часть это так называемый саббас. Что из себя представляет саббас? Это низкочастотный бас, который дает именно низкие частоты. То есть он отвечает именно за низа. Если мы возьмем сейчас Channel EQ и посмотрим, как он выглядит по АЧХ. То мы увидим, что его кривая, она примерно следующая. У нас более громкие и низкие частоты, а дальше частоты идут на убывание. Некоторые люди полагают, что саббас, это значит вот так вот. Надо взять и к чертям отрезать все средние и уж тем более высокие частоты. И оставить вот примерно вот так. И тогда это будет прямо саббас. Правда в том, что такой бас у вас совершенно не будет читаться в миксе. Возможно, на мощной акустике с саббуфером эти низкие частоты будут воспроизводиться. И как бы слушатель как-то услышит этот самый и почувствует этот саббас. Но если кто-то решил включить ваш Deep House трек, представьте себе на телефоне, на обычном смартфоне в качестве рингтона. Или поехали на дачу, а там старая магнитола, они хотят послушать ваш трек. Там средние, вернее низкие частоты, они практически не воспроизводятся. Правильно? Правильно. А остальных у вас нету. Понимаете, у вас нету средних частот, потому что вы их все к фигам отрезали. И получается такая фигня, что этот бас вы просто убиваете. Поэтому я всегда ругаю своих учеников, если кто-то так делает. Но так практически никто не делает, потому что об этом мои ученики знают. И это просто убивает бас. Я поэтому вот эту технику терпеть не могу и вообще эту технику ее не считаю. То есть мы, когда крутим, просто синтезируем бас, мы делаем так, чтобы у нас были достаточно громкие низкие частоты, но и присутствовали средние частоты, которые будут потише. Это очень важно. Поэтому здесь, конкретно в данном примере, я вот средние частоты в районе 144 Гц сделал потише. Потому что, да, их изначально было чуть больше, чем нужно, на мой слух. И я их немного ослабил. Но зачастую я стараюсь сразу крутить бас так, чтобы там, в принципе, уже ничего не нужно было эквализировать. Дальше, что касается нот. Здесь все супер просто. То есть у нас идут вот такие вот ноты друг за другом. Практически всегда эти ноты могут являться и являются нижними нотами аккордов. То есть если у вас есть в Deep House треке аккордовая прогрессия, это бывает нередко, то нижние ноты каждого аккорда, то есть тоники каждого аккорда, это и есть у нас басовые ноты, просто имеющие какой-то ритмический рисунок, который, к слову, повторяется. То есть мы не делаем так, что во всех там четырех вариантах у нас разный ритмический рисунок. Он одинаковый. Допустим, если мы сделаем вот так вот, то мы увидим, что, видите, здесь все совпадает. Потому что мы повторяем то же самое. Мы не выдумываем ничего нового. Мы повторяем все то же самое. Мы можем иногда вот здесь, видите, чуть-чуть вот нотки поменять для создания какого-то небольшого разнообразия. Но в остальном у нас все одно и то же. Иначе у вас будет полная там каша. Скорее всего, это будет уже не по-дипхаусовски. Также, конечно же, с iV-Chain мы можем использовать обычную iV-Chain компрессию с помощью, как ни странно, компрессора в лоджике. О том, как это делать, я рассказывал в отдельном видео на нашем YouTube-канале. Вы можете посмотреть. Но я использую Kickstart, потому что для треков с прямой бочкой, а кипхаус — это трек с прямой бочкой и стиль с прямым ритмом, эти плагины подобные к Kickstart очень хорошо подходят. Может подойти еще LFO Tool, Volume Shaper, Shaper Box. Короче, их целая куча. Я почти всегда выбираю вот этот пресет. Ручка Mix у меня почти всегда на 100%, если мы говорим про Subbass. И также Bass, Subbass имеется в виду, он должен быть в Mono. Мы можем либо сразу его таким накрутить, но бывает, что вы используете какой-то пресет или сэмпл, и звук изначально в стерео. То есть и вы такие, ну типа фиг его знает, как тут сделать звук в Mono. Вроде и в эффектах ничего такого нету, чтобы расширяло звук. То есть, ну, бывают всякие ситуации, поэтому вы можете взять встроенный плагин, который называется Direction. Сейчас покажу, где он находится. Он находится у нас в имейджинге и Direction Микшер. Вот он. И здесь вы берете вот так вот Spread, делаете в минимум. То есть, чтобы целиком ваш Bass, все низкие частоты были в Mono. Чтобы проверить в Mono ваш Bass или нет, вы можете воспользоваться, ну, либо мультиметром. В Митеринге есть мультиметр. И он вам покажет, что Bass у вас в Mono, если вот здесь вот Correlation вообще ничего не показывает. То есть, если значение Correlation максимальное. Это означает, что Bass в Mono. Не на 100%, но на 99,9% и нам этого более чем достаточно. Если вы обладаете, например, плагинами Изотоп, то вы счастливчик, поскольку здесь все более наглядно, более визуально. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Как вы видите, звук практически полностью в моно. Все отлично, все замечательно. И у нас есть так называемый мид-бас. Мид-бас, он дает преимущественно средние частоты и дает вот именно этот характер такой дипхаусовский. Здесь, по сути, что нужно? Вы просто выбираете пресет, который из библиотеки сэмпла в дипхаус, либо подбираете на слух то, что вам подходит. В данном случае я знаю, как должен звучать бас стиль дипхаус. Я подобрал такой пресет, встроенный в Alchemy, немного его подкрутил и все. Но если вы не понимаете, как вообще должен звучать дипхаус бас, то вы просто находите пресет паки для какого-нибудь там серума, например, для спайра, либо, может быть, даже для Мессива, но, скорее всего, для спайра, либо для Сайлента. И все, используете дипхаусовые басы. То есть сейчас мы не будем разбирать тему саунд дизайна. У нас есть курс, не курс, а урок. Ну, вернее, курс у нас тоже, конечно, есть по саунд дизайну, где вы все изучите, что необходимо. Но также на YouTube-канале есть урок FM-синтез. И там как раз вот рассказывается о том, как работает FM-синтез. И FM-синтез, он нередко применяется и при работе с дипхаус басами. Поэтому тему саунд дизайна мы сейчас брать не будем. У этого баса мы тоже используем kickstart, чтобы они пульсировали. Очень важно, чтобы пресет был одинаковый. То есть на mid-bass я использую такой же пресет, как и на sub-bass. Единственное, могу ручку mix сделать, там поменьше, побольше. Это уже зависит от того, как на слух лучше звучит. Но я выбираю тот же пресет, чтобы была одинаковая синхронная такая пульсация. И теперь самое главное, что отличает mid-bass от sub-bass. Мы у mid-bass срезаем низкие частоты. Да-да, такая, казалось бы, странная фигня. Нам нужна только вот эта среднечастотная, вот эта вот характерная составляющая. Вот эта низкочастотная составляющая, она есть уже у нашего sub-bass. Вместе, давайте уберем. Прекрасно. Этот sub дает низкие частоты, этот mid-bass дает средние частоты. Пускай вас не смущает то, что на средних частотах, помните, я говорил, что у sub-bass тоже должно быть хотя бы немного средних частот. Пускай вас не беспокоит то, что они могут как-то пересекаться, что типа средние частоты sub-bass могут пересекаться с средними частотами mid-bass. Даже если вдруг такое произойдет, что маловероятно, вы всегда можете эквалайзером чуть средние частоты на sub-bass ослабить, потому что там они важны меньше, нежели у mid-bass. И кроме того, mid-bass мы уже можем делать широким. И даже, скорее всего, мы должны его сделать широким, чтобы он у нас был такой вкусный и кайфовый. И поэтому, если вам иногда кажется при прослушивании дипхаус-треков, что там бас-то вообще в стерео, то на самом деле там mid-bass в стерео. Ну, у нас в данном случае еще смещен немного вправо, можно его поместить чуть влево. Это не принципиально, то есть для mid-bass, в общем, уже работа с панорамой, работа с шириной, как бы она более такая свободная. То есть он может быть в стерео и таким должен быть. И кроме того, туда, ну, на сам mid-bass мы можем добавить и реверберацию. Например, здесь через посыл Space Designer добавляется. Это очень круто добавляет такого прикольного шарма этому самому mid-bass. В sub-bass, кстати, мы никогда не используем реверберацию. То есть здесь прям вот можете удалить, чтобы не было даже соблазна. То есть на sub-bass'е ревербер мы не используем. Все. То есть у нас есть mid-bass, есть sub-bass. Это очень важно. То есть теоретически, теоретически можно все сделать как бы одним слоем. То есть один бас, который у вас будет и sub, и mid. Можно там попытаться какой-нибудь mid-sight эквализации, все это порешать там, ну, короче, всякими другими заморочками. Но я не рекомендую так делать, потому что если вы проходили наши курсы, особенно по аранжировке, вы должны знать, почему такое разделение. Это вообще прям круто, это классно. И, в общем, у этого очень много плюсов. Поэтому я рекомендую делать так, я так всегда делаю. И это реально очень круто работает. И особенно, когда вы делаете там потом аранжировку трека и так далее. И, наконец, вы можете спросить, Александра, что за фигня вот этот вот bass-reverse, как кто называет. Это очень простая, но очень крутая техника, такой прием. Когда вы берете, например, последнюю ноту вашего баса, вы экспортируете в аудио, то есть просто рендерите. И затем вот этот аудиофайл, который у вас получился, маленький вот этот кусочек, вы его реверсируете. И здесь я еще сделал fade. И вот это получается такой вот, как бы, такой, вы его можете вставить, либо, ну, куда его можно вставить? Его можно вставить перед какой-то вот, например, нотой баса. То есть вот у вас здесь, например, идет нота баса, и вы можете перед вот этим вот, перед вот этой нотой вставить вот этот реверс. Но только не конкретно этот реверс, потому что это реверс вот этой ноты. А нам нужно экспортировать именно вот эту ноту. То есть, понимаете, мы именно вот эту ноту экспортируем в аудио, этот аудиофайл реверсируем, по необходимости делаем фейд и подставляем сюда, чтобы, понимаете, все совпадало, то есть ноты совпадали. Здесь я просто удалил ноту и вместо нее подставил реверс. Вот так вот я сделал. И получилось довольно прикольно. Это очень популярный трюк, который используется, опять же, не только в Deep House, но и во многих других стилях. Но это в данном случае очень хорошо сработало. Давайте еще раз послушаем, как вот этот прием звучит в контексте. Прикольно, прям классно. И все. Вот так вот элементарно делаются Deep House басы. Мид басов может быть несколько. Ну, например, пару мид басов вполне можно задействовать. Это зависит от каждого конкретного случая. Саб бас всегда один, а вот мид басов может быть один, два, три, ну, может быть даже четыре. Но я считаю в Deep House это прям уже слишком много. Вот в Slap House там может и семь слоев быть, это нормально. В Deep House два мид баса, я считаю, вполне достаточно. Три это максимум. На этом все. С вами был Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok